Депутаты, которые изучили возможные последствия воздействия системы смешанного голосования на различные сферы государства, предложили ее отменить. Такое решение было принято голосами либерал-демократов и оппозиционных коммунистов на заседание специальной парламентской комиссии, выводы которой будут представлены парламенту. Команда Владимира Плохотнюка, которая две недели назад настойчиво продвигала инициативу изменения избирательного кодекса, уверена, что закон, касающийся одномандатной избирательной системы, будет аннулирован. Есть решение между партией коммунистов и партией либерал-демократов, чем приведет эти решения, чтобы обрагать систему микс. Демократы обвиняют либерал-демократов в попытке отомстить. Партия Филата, две недели назад, вместе с демократами, утвердившая смешанную избирательную систему, теперь заявляет, данный закон может быть введен только после административно-территориальной реорганизации страны. Если был разбонарь, то это было сделано без комиссии и без аудитории. Мы в то время, когда мы пытаемся с конвенцией, что република Молдова не будет вводить в нашу систему, но не в момент actual. Напомним, смешанная избирательная система, введенная по инициативе Демпартии во главе с Владимиром Плохотнюком, подверглась серьезной критике со стороны гражданского общества и высокопоставленных европейских чиновников. Свою обеспокоенность поспешными изменениями в избирательном законодательстве выразили и оппозиционные коммунисты. Сегодня же на заседании встретились члены специальной комиссии по расследованию процесса избрания генеральным прокурором Корнелия Угурина. Депутаты от ЛДПМ Ион Бутмалай и Мария Чабану, чьи голоса были учтены, официально заявили, что в голосовании не участвовали. Поэтому, вполне вероятно, и решение о назначении генпрокурора будет аннулировано. К такому выводу члены комиссии пришли после того, как изучили видеоматериалы СМИ и выдержки стенограммы. Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Уильям Мозер раскритиковал решение Конституционного суда, признавшего незаконным сохранение на посту премьера Владимира Филата, как и его выдвижение на пост кандидата в премьеры. Этот вердикт противоречит принципам демократии и вызывает ряд вопросов, заявил дипломат. Решение Конституционного суда в том виде, в котором оно было вынесено, поднимает вопрос о целостности и независимости судебной системы и судей в Республике Молдова. Соединенные Штаты озабочены любым судебным решением, которое основано на неподтвержденных обвинениях и слухах при рассмотрении поданных жалоб. Кроме того, решение Конституционного суда дает возможность этой инстанции судить о неподкупности других учреждений и должностных лиц на основании непроверенной информации, заявил Уильям Мозер. Американский дипломат подчеркнул, что Молдова должна проявлять нулевую толерантность по отношению к коррупции, и ни один чиновник не может быть превыше закона. Напомним, 29 апреля депутаты-реформаторы из либеральной партии направили в Конституционный суд запрос о пересмотре решения, согласно которому Владимир Филат больше не вправе занимать должность премьер-министра. Ранее отвечая на вопросы журналистов, лидер либерал-демократов объяснил, почему не его формирование обратилось в Конституционный суд. Ранее председатель liberal-демократии, заявил, что направит иск в Страсбург, утверждая, что его права гражданина были нарушены, а Конституционный суд создал опасный для Молдовы прецедент. Граждане Молдовы считают, что внедряемые в стране реформы являются неэффективными и жалуются на нехватку средств для накопления сбережений. Половина населения страны пессимистично смотрит на развитие экономики страны в будущем. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного Национальным агентством маркетинга. Согласно данным исследования, лишь 11% граждан считают, что экономические реформы, проводимые нынешним правительством, являются эффективными. По мнению жителей Молдовы, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, нужно немедленно начать борьбу с коррупцией. 75% опрошенных сетуют на то, что доходы не позволяют им откладывать деньги. Респондентам был задан еще один вопрос. На что, по их мнению, тратятся миллионные гранты, поступающие в Молдову из-за рубежа? Ответ удивил специалистов агентства. А здесь, в genere, результаты, да, в бузонаре функционалов, 63%. Мая большинство популяции считает, что это очень плохая. В totalе, в Ишантион, только 8% считают, что это изменение к рожу, что в развитии экономии национальной. 63% в бузонаре функционалов, 25% в бузонаре, и в уровне, и в большинстве партии, я решаю, что элемент очень важный, что 5% считают, что, в общем, баня и публика, что в бузонаре функционалов. Худшим, говорят эксперты, является то, что 90% граждан убеждены, нынешнее правительство не в состоянии решать экономические проблемы. Только 10% считают, что да. 36% считают, что не категорик. И 54% считают, что актуальная говернация есть в состоянии, есть возможности, но не есть у воинца политика. И иначе не демонстрирует факт, что перцептия, которая у нас есть в порядке, и это подтверждение, что в Молдове, и это подтверждение, что в Молдове, и это подтверждение, что в Молдове, невозможно найти работу. А 80% из них готовы уехать из страны при первой же возможности. Департамент обороны США потратил более 20 миллионов долларов на улучшение и укрепление возможностей Молдавской пограничной полиции и таможенной службы. Эти средства пошли на покупку дубинок, наручников, оборудования для обнаружения вредных веществ и спецтранспорт. Пожертвование американцев впечатлило молдавского министра внутренних дел. Исполняющий обязанности премьер-министра Юрий Лянко заявил, что помощь американцам позволит повысить уровень безопасности на границу и содействовать реализации реформы системы правосудия. Присутствовавший на официальной церемонии посол США в Молдове отметил, что это масштабный проект и в будущем Америка продолжит крупные инвестиции в европейское будущее Молдовы. По данным статистического управления Европейского Союза, уровень безработицы в 17 странах еврозоны по итогам марта 2013 года установил новый рекорд, увеличившись на 0,1% до рекордных 12,1%. Причем данная отметка совпала с прогнозами экономистов, ранее опрошенных информационным агентством Bloomberg. Бюро статистики Евростат за март в 27 странах Евросоюза насчитало более 26 миллионов безработных, из которых 19 миллионов в странах еврозоны. Как сообщает агентство Bloomberg, экономика еврозоны находится в рецессе уже 5 кварталов подряд и прогнозы на ближайшее будущее не предполагают какого-либо оптимизма. Последние данные по безработице, как отмечают аналитики, увеличивают вероятность того, что Европейский Центральный Банк снизит процентную ставку. Среди стран Европейского Союза самые низкие показатели безработицы были отмечены в Австрии 4,8%, Германии 5,4% и Люксембурге 5,7%. Максимальные показатели зарегистрированы в Греции 27,2% и Испании 26,7%. Более половины граждан Румынии негативно оценивают вступление страны в Евросоюз. В ходе проведенного опроса гражданин Румынии в Европе большая часть жителей соседнего государства не смогли назвать главные европейские институты и их роль. 51% респондентов отметили, что ничего не знают о правах и обязанностях граждан Европы. На вопрос, касающийся членства Румынии в Евросоюзе, 58 опрошенных ответили, что жить стало хуже. Противоположного мнения придерживается 31%. Тем временем число граждан, отметивших, что вступление в Евросоюз имеет негативные последствия, растет. Если в 2011 году об этом заявили 51% респондентов, то уже через год эта цифра выросла еще на 2%. Согласно опросу, массовое увольнение, как результат вступления в Евросоюз, остается главной проблемой соседнего государства. Так, в 2011 этот факт отметили 42% респондентов, в 2012 45%, а в нынешнем году на безработицу пожаловались более 50% граждан. Второе место в топе народного недовольства в Румынии занимает коррупция. Это отметили 21% респондентов и рост цен 19%. Согласно барометру общественного мнения, в Молдове также наблюдается спад числа приверженцев вступления республики в Евросоюз. В то время как процент желающих ее присоединения к Евразийскому таможенному союзу растет. Согласно последнему опросу, за высказались 52% граждан. Сообщество геев и лесбиянок Молдовы, находясь под защитой принятого правящими партиями закона, намерено провести 19 мая гей-парад в центре Кишинева. В связи с этим инициативная группа, в которую вошли священнослужители, представители неправительственных организаций и бывшие депутаты, выступила с повторным требованием к властям об отмене закона о равенстве шансов, который, по их мнению, ведет к уничтожению нации. Мы, которые работаем для нормализации, уверены, что мы не будем стоять в голове. И в Лондоне, в результате того, что мы должны мобилизовать, не для того, чтобы не уничтожить, а для того, чтобы не позволить вирусы в соцсетях с модой хомосексуальной. Потому что мы живем в соцсетях в соцсетях. Тем временем, многие представители гражданского общества, бывшие депутаты, а также священнослужители, высказывающиеся против закона о недискриминации, подвергаются преследованию со стороны судебных инстанций. Как заявили юристы, при принятии данного документа, законодатели изменили в пользу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией обязательность предоставления доказательств. Это является нарушением юридического порядка и здравого смысла, заявил адвокат Раду Бушиле. То есть, в линейке 2, это очень очевидно, что срочная опроба, что факты, что факты, которые не constituят дискриминации, приходят преследованию, с экземпцией того, что приводит пенал. То есть, это означает, по-другому, что человек, который встанет в инстанции депутата, то есть человек нормальный, то есть человек нормальный, то есть человек нормальный, и вы не знаете, ну а не вы ниже, авокат. Вопреки.